В следующем репортаже мы задались вопросом, почему на селе так остро стоит вопрос с преступностью. 40% в общем объеме всех правонарушений – кражи. Конечно, это не единственная беда провинции. Первопричиной негативной статистики считают правоохранители алкоголь. Александра Кулакова задалась извечным вопросом, что делать и кто виноват. А еще нашла хозяйство, где самые лучшие работники – бывшие зэки и алкоголики. Лежали здесь на ложках, вот так как эти у меня. Владимир Павлович честно показывает журналистам, где у него хранятся деньги. Из этого ящика у пенсионера украли 18 миллионов белорусских рублей. Обворовали его два человека, которые представились сотрудниками газовой службы. Таких историй немало. В основном в своей массе жертвами преступлений на селе становятся пожилые и одинокие люди. Обычно мошенники разыграют одни и те же сценарии. Сейчас мы его тоже попытаемся разыграть. Наша съемочная группа представилась работниками социальной службы из райисполкома. Цель номер один – попасть в дом. Это оказалось несложным. Цель номер два – уговорить хозяев показать деньги, получится ли это сделать. Об этом чуть позже. Когда в дом заходит незнакомый человек – одна история. А когда на пороге появляется односельчанин – может быть другая. Вот одно из громких преступлений на селе за последний год. В начале 2015 года на скамье подсудимых в Речице оказался 39-летний житель деревни Безуев. Два убийства, приговор, пожизненное заключение. Мужчина убил бабушку, которая отказалась отдолжить на выпивку денег. Вторая жертва – собутыльник, с которым пил на протяжении месяца на украденные деньги. Если совершаемое преступление, то категория – это лица, злоупотребляющие спиртными напитками. Алкоголь – извечная проблема на селе. Выпьют и начинается. Для каждого участкового – это головная боль. Поэтому работают правоохранители в первую очередь на профилактику и на предупреждение. На днях, например, Александр Александрович задержал нелегальных самогонщиков. Сегодня навещать женщину, у которой муж сильно пил и создавал невыносимую обстановку дома. Начинал там что-нибудь цепляться до чего-нибудь. Но иногда и ребенка может забыло сыну. Просто его вот отключалось, просто все. После составления четырех протоколов об административном нарушении домашнего тирана отправили на принудительное лечение. Без контроля мы не оставим. По возвращению, по отбыванию вот этого курса лечения, ну дальше вот постоянное посещение семьи. Участок Александра Гримать – около пяти тысяч человек. За всеми не усмотришь. На помощь приходят местные населения и сотрудники на работе. На этом предприятии, например, каждый рабочий день начинается с прохождения алкотеста. О нарушениях сообщают участковому, а нарушителя наказывают рублем вплоть до увольнения. Опоздания у нас такого нет. У нас, если ты опоздал, тут уже не работаешь. Жесткий руководитель, настоящий хозяин и талантливый фермер. Так говорят про Владимира Крапивку. Урожай у него всегда на зависть, а работники трудятся на славу. Причем, что 70-80% основной штат – люди со сложной судьбой, говорит Крапивка. Кто-то злоупотреблял, кто-то находился в местах лишения свободы. Но для фермера эти люди – лучшие кадры. Баба Маша не пьет совсем. Лена даже не нюхает. Вера совсем не пьет. У нас нормально. Вот Людмила Сергеевна, там может залындить стакан, если захочет мужиков погонять. Владимиру Крапивка неважно, с каких ты мест, какие у тебя привычки и какой у тебя трудовой стаж. Главное, чтобы работал на совесть. Тогда и зарплата будет, и горячий обед, и фрукты, и овощи с полей и садов. Смотря на эту тяжелую работу, на этот труд, но все равно сюда едут многие. Потому что знают, что вот Крапивка, есть Крапивка, он приездил, он тут обогреет и накормит, и работу даст. Когда человек занят, его на дуроту не тянет. И времени нет попить горелку. Вот представьте у нашей, ну да, любят выпить. И кидают многие, дозу уменьшают, то уменьшают свои выпивки. А он день на работе, это сейчас там до пяти, а летом до шести. Вот он девять начал, до шести. А еще когда задержали, до семьяка привезли, и все. И пить дать уже некогда. А будешь пьяный утром, тебя на работу никто не возьмет. За время моего пребывания в должности на этом сельсовете, ни один из рабочих, который постоянно здесь работает, не попадал в поле для немцев. Владимир Крапивка не только дает работу, он еще и верит в людей и во все хорошее в них. Кандидатскую защитить через пять лет, по овощеводству, да. А вот и финал нашего эксперимента. Мы предложили пожилой женщине пересчитать ее пенсию и доплатить ей. Еще бы пять минут, и она достала бы нам банковскую карточку и показала, где хранит сбережения. А так, если бы не на карточке, то сидели бы, считали бы с нами? Деньги бы нам достали, вы считали бы вместе с нами? Ну, так считали бы. Наука на будущее. Если посторонние вот так ломятся, настырно лезут в дом, одну минутку, я сейчас позвоню в сельский совет, я сейчас позвоню участковому, вот, я сейчас позвоню соседке, те были ли вы там, вот, для того, чтобы как можно больше людей привлечь внимание. В каждый дом, где живет одинокий пожилой человек, участковый Александр Гриммать зашел, чтобы предупредить о мошенниках. Кстати, в доме Виктории Александровны мы провели такой же эксперимент и представили с социальными работниками. Бабушка нас к себе не пустила. Никого не пускаю, никого знака, если я говорю, такой хороший человек, как молодейший, я так улюбилась. Александр Кулакова, Алексей Колупанко и Сергей Курков на неделе отправились на село, чтобы узнать, чувствуют ли себя люди здесь в безопасности.